В эфире программа День города. В студии Наталья Новик вам. Здравствуйте. Вот и некоторые темы этого выпуска. Огонь беспощаден. На пожаре в многоэтажном доме в микрорайоне Канищева погибли два человека. Рязань культурная. Археологи и краеведы обнаружили в центре города остатки древнего храма. В Питер мы с вами, рязанские водители, провели акцию в память о погибших в петербургском метро. На пожаре, который произошел вчера в многоэтажном доме в микрорайоне Канищева погибли два человека, мужчина и женщина. Пожар ликвидировали почти час и жертв избежать не удалось. Сегодня на месте происшествия побывала Анна Герцовская. Пожар на улице Интернациональной начался вечером в воскресенье. 9 апреля в 16 часов 44 минуты на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи поступил сигнал о возгорании. К тому моменту, когда приехали пожарные, огнем были охвачены несколько этажей. Я сначала услышала сирену. Думала, одна за одной, думаю, скорая, скорая, скорая. А потом выглянула в окно. Пожарных очень много. А так вот выглянула с балкона. Там валит огонь, дым. Это ужас, что было. Прямо пламя до девятого этажа было. И пожарные, смотрю, пожарные уже начали заливать. Страшно. Конечно, очень страшно. Первый пожарный расчет прибыл на место в 16 часов 50 минут. В 17 часов 21 минуту пожар был локализован. В 17 часов 47 минут ликвидирован. Эвакуировано 12 человек. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 15 человек личного состава противопожарной службы и 5 единиц техники. Очаг возгорания находился в квартире довольно большой площади на пятом этаже, окна которой выходят на две стороны дома. Это та самая квартира, в которой погибла семейная пара. А в эту, по словам местных жителей, до сих пор не приехали хозяева. Как видно, их дверь была взломана. Квартира сгорела полностью. Во время пожара в ней находились Валентина и Михаил Жаровы. 48 и 45 годов рождения соответственно. Их попытался спасти один из соседей. С первого этажа там один мужчина противога садил. И туда он думал, может как-то их спасти и все. И ей сказали, он знает, что она дома Валя, Валя. Она Миша, значит, сказала, чтобы его оттуда вытащить. Вот. А он говорит, ты сама выходи, сама выходи. Почему она вот не выбежала? Может, она уже наглоталась, а ты гори. И поэтому не смогла встать. Неравнодушный сосед с первого этажа отказался давать комментарии. Однако пояснил, что в квартире к моменту его появления было уже ничего не видно. Также известно, что погибший пожилой мужчина имел проблемы со здоровьем. Плохо передвигался. Последние годы почти не выходил из квартиры. Его жену соседи видели чаще. Конечно, жалко. Жалко соседей. Единственное, что жена прям плакала. 40 лет вместе прожили. Где-то помоложе. Ну, так где-то за 70 уже. Точно не могу сказать. Сын, два внука. Все вроде нормально было. По предварительной версии, причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Очевидцы утверждают, что хозяин квартиры действительно курил. Очень много он курил. И вот, видимо, все-таки не затушена сигарета. Говорят, они когда-то занимались торговлей. И очень много вещей было на балконе. Возможно, именно эти вещи так сильно загорелись, распространяя огонь этажами выше. Пострадала квартира и на шестом этаже. Сгорел балкон восьмого этажа. А вот седьмой этаж спасли закрытые пластиковые окна. Благодаря хорошим окнам качественным пострадало только одно вот это окно на балконе. И немножечко запах гари, копоть – это мелочи по сравнению с тем, что другие испытали. Угорели и выше этажи. И внизу все пролито водой вплоть до первого этажа. До сих пор все течет. Поэтому мы вообще счастливые люди. Благодарим судьбу, что, в принципе, нас вот покасательно прошло это дело. Единственное, конечно, психологическое состояние. На седьмом этаже в момент пожара находилась бабушка с двумя пятилетними внуками. Женщина, почувствовав запах гари, позвонила родным, которые приехали и вынесли испуганных детей на улицу. На самом деле очень приятно, что после этого происшествия приходили, я не знаю, кто они, и ГУЧС приходили, интересовались. И приходила женщина, спрашивала, не нужно ли куда-то переселить, да, то есть не будем ли мы покидать квартиру. И вот телевидение заинтересовалось. То есть, конечно, приятное участие. Неравнодушные соседи собрали средства для семьи погибших и сами восстанавливают свои квартиры. Если у рязанцев появилось желание помочь пострадавшим, обращайтесь в редакцию нашей телекомпании. По состоянию на 10 апреля в квартирах ниже пятого этажа продолжает течь вода, появившаяся в результате тушения пожара. До сих пор вот течет вода. Вот течет вода сверху. У меня третий этаж, это вот с четвертого этажа идет на меня вода. Как выяснилось, пожар в доме 17, корпус 1, за последние годы происходит не первый раз. Жильцы говорят о четырех возгораниях. Подтверждают информацию и продавцы близлежащего магазина. Ну там вот где-то через два подъезда, наверное, там на девятом или седьмом этаже. Так дым шел и все. Но это там другие люди были, да. Причина смерти Валентины и Михаила Жаровых пока устанавливаются. А сотрудники пожарной охраны предупреждают о необходимости принятия экстренных мер при появлении огня, запаха гари или задымления. Первое. Сообщить о ЧП по телефону 01, сотового 101, указав точный адрес происшествия. До прибытия пожарной части принять меры к оповещению людей, эвакуации и по возможности приступить к тушению очага. В помощь может идти вода, песок, огнетушитель или плотная ткань. Покидая помещение, где произошло возгорание, или соседнюю квартиру, нужно закрыть окна и входную дверь, не допуская распространения огня и притока воздуха. Здесь даже солнца не видно. Но гроза того, что эта фраза станет реальной для жильцов, дома номер 25 по улице Мервинской появилась пару лет назад, когда на территории бывшего частного сектора расчистили место под стройку. На этой площадке в скором времени вырастет 27-этажный дом. Неудивительно, что жильцов района такая перспектива не устраивает. В декабре прошлого года строительная компания получила разрешение на застройку территории на улице Мервинской. Однако в ходе проверки Главное управление архитектуры и градостроительства города выявило множественные нарушения и постановило приостановить стройку в срок до 31 марта. Между тем, сегодня уже 10 апреля, а стройка все еще продолжается. У меня еще пока ничего нет. До 31 марта должна была быть приостановка строительства. Внимать у нас пока ничего нельзя, потому что у меня такого документа нет. Ну это вот, смотрите, об устранении нарушений законодательства. Мне пока директор не даст, я не могу от посторонних людей принять документы. Предписание Главного управления архитектуры и градостроительства Рязанской области гласит, отменить разрешение на строительство и устранить нарушения до 3 апреля. Между тем, реакции никакой. Винить бизнес в данном случае бессмысленно. Застройщик с каждого квадратного метра желает выжить по максимуму. Вся ответственность здесь лежит на чиновниках, которые не думают о людях. Что побудило администрацию, почему были закрыты глаза при выдаче такого вопиющего по своей аморальности, исключительной наглости и тотального неуважения к жителям. Разрешение на строительство двух башен высотой 80 метров в 27 этажей и всего лишь на площади 68 соток. Где конкретно будут располагаться автомобили потенциальных жильцов будущей высотки – вопрос. Другие вопросы – как быть с детской площадкой, зеленой зоной и элементарными правилами безопасности. Это беспрецедентный случай, когда близость такого высоткого здания, высокого дома, будет от нашего всего лишь на расстоянии 38 метров. То есть мы лишаемся полного освещения, мы никогда уже не увидим солнце. В принципе, жители района не против строительства и развития инфраструктуры. Их требования связаны с соблюдением норм, поэтому они пытаются добиться хотя бы снижения этажности застройки, которая понизит все коэффициенты донормативных. Количество парковочных мест, плотность застройки, нормальная инсоляция уже существующих здесь домов. И условия проживания останутся комфортными для нынешних жильцов, да и для новоселов, которым пока грозит как минимум проблема с парковочными местами. В течение практически двух лет, когда мы узнали о строительстве многоэтажной застройки, которая будет находиться непосредственно рядом с нашим домом, а также с частным сектором, мы ввели большую переписку с главным управлением архитектуры, Рязанской областной думы и городской, ну и с другими ведомствами, которые должны были как-то повлиять на данную ситуацию. Нарушения складываются из такого плана, что полностью отсутствует парковка для транспортных средств. При данном строительстве, что может создать и так транспортный коллапс, и без того в таком оживленном и населенном районе, как улица Мервинская. Потом также были не соблюдены нормы при застройке многоэтажного жилья. Подобные предписания Главное управление архитектуры и градостроительства вынесло еще по двум адресам. Улица Политаева, дом 25. И улица Радищева, дом 28. Мы отправили запрос в администрацию города. Будем ждать официальных комментариев. Рязань – город древний. Каждый год специалисты ведут археологические раскопки как на территории Рязани, так и за ее пределами. И зачастую, благодаря находкам, делают важные открытия. На месте очередного археологического события побывала Алена Куколева. Рязанские краеведы обратили внимание на старую кирпичную кладку, которая, по их мнению, может быть остатками древнего храма. Обнаружили ее в самом центре города, на улице Семинарской, на территории, прилегающей к училищу ВДВ. Выйдя сюда, я обратил внимание на то, что вот здесь валяется кирпич. Очень большой по размеру. Вот этот обычный кирпич, так скажем, 19 века. Этот очень крупный. А так как я немножко этим занимался, вовлекался, я понял, что это кирпич конец 17 века. А когда увидел небольшое вот такое закругление, ну сразу я сообразил, что здесь, вероятно, был храм. Находкой заинтересовались археологи. Известно, что несколько веков назад здесь стоял Семинарский храм. Второе его название – Владимирская церковь. Сегодня здесь можно увидеть кладку цокольной части и сохранившиеся фрагменты фундамента. Владимирская церковь, она очень по своей архитектуре уникальна. Это храм построен в формах архитектуры 17 века с изящной колокольней, он был трехапсидный. По описанию священника Добролюбова, который описывал вот эти храмы, этот храм был в 1500 каком-то году деревянный. То есть это храм более древний. Он был построен до того, как еще тут была семинария. Теперь археологи проведут здесь раскопки и исследуют культурный слой. Будет ли храм восстановлен, или же здесь появится какой-то знак в память о древней церкви. Говорить пока рано. Но уже понятно, что этот объект может сыграть большую роль в развитии музейной среды города и формировании еще одного туристического маршрута. Ведь место, что ни на есть, самое культурное – между музеем ВДВ и домом сестер Хвощинских. Последний, кстати, так и остается пока в заброшенном состоянии. В настоящий момент та находка, которая сделана, представляется очень интересной. Сразу по нескольким параметрам. Во-первых, это остатки подлинного исторического объекта, объекта культовой архитектуры по сроке 17-го столетия. Таких в Рязани осталось очень немного. Для того, чтобы приступить к работам, рязанским археологам нужно ждать разрешения из Москвы и согласия училища ВДВ. Все документы они надеются получить уже через неделю и незамедлительно приступить к работам. Квартирные кражи на сегодняшний день являются одним из самых распространенных видов преступлений. Именно поэтому так важна их профилактика. Ведь поймать вора, уже проникнувшего в квартиру, крайне сложно. В городе Михайлове полицейские задержали преступника, подозреваемого в серии квартирных краж. Сотрудники межмуниципального отдела МВД России Михайловский раскрыли серию краж из домов в райцентре. Помогла полицейским жадной злоумышленника. В полицию обратились два жителя города Михайлова, которые стали жертвами взломщика. Злоумышленник, проникнув ночью в квартиру, похитил газовую плиту, телевизор и радиаторы отопления. Причем последние были грубо демонтированы. Проанализировав предметный состав похищенного, полицейские предположили, что злоумышленник попытается реализовать часть кразиного в пунктах приема вторсырья. Объехав ближайшие пункты, сотрудники полиции нашли похищенные радиаторы отопления. Их легко было отличить от остальных изделий по следам грубого демонтажа. После этого оперативники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Мужчина, сбывая криминальную добычу, чтобы скрыть сведения о себе, шел на разные уловки. Но эти меры не могли сбить оперативников со следа. Полицейские выяснили, что задержанный, ранее судимый за кражу, 27-летний житель города Михайлова причастен к питье аналогичным кражам. Данный гражданин характеризует себя, во-первых, скажу, что он ведет полный антиобщественный образ жизни, нигде не работает, зарабатывает на жизнь случайными заработками. А как вообще дома выбирал? Ну, потому то, что нежилые там и то, что продается. Которые продаются, типа москвичи, которые живут там, они как бы такие. Я особо выбирал дома такие покрупнее, что там может быть наживиться. Сколько общее количество домов? Пять. Здесь вот прямо в самом городе? Да, в Михайлове, да. Брал обычно, ну, когда получалось там, ну, металл, короче. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, и теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Прервемся ненадолго, а далее вы увидите. Питер, мы с вами. Рязанские водители провели акцию в память о погибших в Петербургском метро. Береги здоровье с молодым. ЦПКИО стал местом проведения квеста, посвященного Дню здоровья. Танцы, песни, каратэ. Что еще было на флешмобе Политехнического института. Рязанские водители провели акцию в память о погибших в Петербургском метро. Не пожалев своего времени и бензина, и несмотря на то, что место проведения акции не единожды менялось, в выходной день на парковке одного из бизнес-центров собралось немало людей и автомобилей. Трагедия, которая произошла в Питерском метро, никого не оставила равнодушным. В сети тут же появился хэштег «Питердержись», который моментально разошелся по всему российскому сегменту интернета. Многие города России принимали участие во флешмобе, целью которого была поддержка жителей Санкт-Петербурга. А Рязань не стала исключением. Вчера вечером около 300 человек с помощью своих автомобилей выстроили фразу «Питер, мы с вами». Главной нашей мыслью было то, что никакие разногласия и никакие войны, политика, она не должна стоять выше человеческой жизни. Все понимали, что происходит, и в этот момент люди были едины, и они всей душой, всем своим сердцем были с жителями Петербурга, с родными и близкими тех людей, которые потеряли своих близких в теракте. Во флешмобе приняли участие люди разных возрастов и профессий. Тут собрались водители такси, военнослужащие, предприниматели, политические деятели и активисты. Многие приходили с детьми. Никто не остался равнодушным. Я, наверное, сказал бы так, что люди понимают, как в такие моменты необходима поддержка. Пусть не материальная, но моральная поддержка жителям Санкт-Петербурга. 7 апреля жители Земли отмечали Всемирный день здоровья – праздник, нацеленный на популяризацию здорового образа жизни. В этот день, в 1948 году, появилась Всемирная организация здравоохранения. В этом году праздник посвящался борьбе с депрессией и проходил под лозунгом «Давай поговорим». Рязанцы решили провести этот день активно. Они поучаствовали в воспитательно-профилактической квест-игре. Мероприятие прошло в Рязани уже в десятый раз. В этом году местом действия стал Центральный парк культуры и отдыха. На этот раз в весенних волонтерских играх приняли участие 150 учащихся из 12 школ Рязани. Проект направлен на пропаганду здорового образа жизни, спорта и активного отдыха молодежи, а также профилактику вредных привычек и привлечения учащихся школ к антинаркотическому волонтерскому движению. Кроме того, в рамках игр проходят обучение волонтеры по разным направлениям. Поэтапно на разных площадках участники квест-игры обучались и выполняли ряд заданий. Ребята оказывали первую медицинскую помощь, рассказывали сотрудникам ГИБДД о правилах дорожного движения для пешеходов и велосипедистов. И на специальной площадке вместе с полицейскими отрабатывали сложные ситуации на дороге. Школьникам пришлось вспомнить все о вреде курения и употреблении алкогольных напитков, посредствиях наркомании и токсикомании. Суть данного мероприятия заключается в том, что ребята должны спасти город от вредных привычек. И проходя разные станции, они знакомятся с проблемами, которые есть действительно в реальной жизни. Это проблемы наркомании, проблемы неправильного перехода дороги в неположенном месте. И другие аспекты, в том числе это заболевание ВИЧ-спидом, это правильное поведение в случае, когда нужно оказать первую помощь человеку. Ребята проходят все эти станции, получают определенные знания, но в игровой форме. Победителем весенних волонтерских игр стала команда быстрого реагирования школы номер три. Большинство участников весенних игр решили присоединиться к акции «Краски жизни», в рамках которой во всех образовательных учреждениях города школьники проведут рейды по своим районам и оценят ситуацию с распространением асоциальных надписей. Цель рейдов – собрать данные по всем местам в городе, где появляются надписи пропагандистской направленности. Собранная ребятами информация о местах рекламы наркотических средств будет направляться в Центр профилактики асоциальных явлений среди молодежи города «Мой выбор», который объединит усилия учащихся и волонтеров городского антинаркотического отряда «Ради жизни» и направит волонтеров для уничтожения сообщений с вредной информацией. Эти надписи планируется уничтожить по всему городу за один день. Порой, чтобы проверить здоровье, мы платим баснословные деньги, поэтому при любом недуге мы предпочитаем потерпеть. Но мы и не знаем, что порой пройти полное обследование можно не то что бесплатно, но даже и не в больнице. В минувшую пятницу это можно было сделать в одном из рязанских торговых центров. Для нас стало нормой, что для обычного обследования у терапевта надо взять талон и отстоять длинную очередь. А порой приходится и вовсе откладывать поход к врачу на другой день. Но мало кто знает, что можно пройти обследование у большого количества врачей менее чем за час. В День здоровья сделать это можно было в одном из торговых центров. Сегодня мы организовали Всемирный День здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля в честь Дня образования Всемирной Организации Здравоохранения. Приурочив к этому празднику, мы пригласили Центр здоровья для взрослых областной клинической больницы, кабинет отказа от курения 11 больницы, врач-стоматолог, второй стоматолог, первой стоматологии, специалисты по спортивной медицине, врач-психиатр, психологи, инструктора ЗОЖ, специалисты наркодиспансера, также были еще представители Роспотребнадзора. Утром того же дня была организована такая акция и для детей. Проводится она ежегодно, на протяжении уже пяти лет. В первые годы желающих было немного, поэтому очереди практически отсутствовали. За день не набиралось и ста человек. Сейчас такое количество обследуют за час. Во-первых, здесь совершенно это все бесплатно. Многие даже не знают о существовании Центра здоровья в нашем городе. Когда приходят, особенно то, что про экспресс-методы исследования крови, глюкоза, холестерин, то есть народ заинтересован, люди охотно подходят, спрашивают, и вы можете видеть очередь в Центр здоровья. Акция проводилась с 16 до 19 часов вечера. Сюда спешили люди со всего города и даже области. Наша съемочная группа, пользуясь случаем, также прошла обследование. Ведь подобные акции – прекрасная возможность, практически без отрыва от производства, не тратя время на очереди, узнать об общем состоянии своего здоровья. Флэш-мобы стали постоянным явлением в нашем городе. Тот, который прошел в минувшую пятницу, запомнится надолго. Он был приурочен ко Дню здоровья. Подробности у Валерия Седова. Никогда не знаешь, чем может закончиться день. Так, в прошлую пятницу посетители одного из торговых центров ждал приятный сюрприз. Политехнический институт устроил флэш-моб, приуроченный ко Дню здоровья. На третьем этаже была построена сцена на площадке с фудкортом. Рядом, на ряду с детям, работал аквагрим. Зрители собрались заранее и с нетерпением ждали начала концерта. Добрый вечер всем, кто присоединился к флэш-мобу Рязанского политехнического института «Здоровье. Залог успеха». Семьерный день здоровья, который отмечается 7 апреля, в этом году посвящен проблемам с депрессией. Не случайно этот флэш-моб проводит именно политехнический институт. По утрам в нем проходит зарядка, которой может присоединиться любой желающий. Там же можно записаться в тренажерный зал, абонемент в который ничего не стоит. Территория политехнического института, территория здорового образа жизни. И мы сегодня своим флэш-мобом стараемся привлечь жителей города Рязани к здоровому образу жизни. У нас все отлично, в принципе. Я считаю, что у нас достаточно сильная институтская команда, все по различным видам спорта, таких как баскетбол, футбол. Болейбол мы занимаем везде призовые места. Я считаю, что у нас созданы все условия для развития спорта и для участия во всех соревнованиях. Концерт начался с песни, которая сразу же привлекла внимание зрителей. Аплодисменты утихли только с началом следующего танцевального номера. Боли на концерте и приглашенные участники. Например, школа карате, тренер в которой – выпускник политеха. В перерыве между номерами ведущие устроили несколько конкурсов, в которых зрители всех возрастов с радостью приняли участие. Покрутить обруч, например, вызвались дети, а скручивать фантастические фигуры из шаров – взрослые. Победителям вручили сертификаты, а всем участникам – сладкие подарки. Зрители остались довольны. Ну, очень понравилось, хорошее мероприятие. Молодежи не все равно. То есть, что-то делает, не курит, не пьет. Нам очень понравилось, потому что у нас детки выступали. И в целом просто увидели, что в политехии интересного есть. И танцевальные коллективы, и музыкальные. У нас вся семья занимается карате. Ну, а мы мамы плаваем. Директор политехнического института со спортом на короткой ноге. Буквально в прошлое воскресенье Игорь Александрович сдал последний норматив. И Министерством спорта Российской Федерации ему присвоен золотой значок ГТО. Я являюсь мастером спорта, постоянно занимаюсь и в тренажерном зале, хожу, играю активно в волейбол, плаваю, бегаю на лыжи, веду здоровый образ жизни. К чему и призываю всех рязанцев последовать моему личному примеру. После концерта хорошим настроением от ведущих заразились все зрители. Никто из случайных посетителей не пожалел, что оказался в этом торговом центре именно в этот день. На этом все. Смотрите новости и другие авторские программы на нашем сайте город62.тв. Прощаемся с вами. До завтра. И хорошего вам продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да. Всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Продолжение следует...